на ковер приглашается алина рыбкина давайте перейдем друзья на ковер б сейчас там состоится схватка среди девушек все-таки у нас это на ковре и женская борьба тоже борьба присутствует мы сегодня первой части тоже смотрели и давайте тоже понаблюдаем с синего угла перед нами кристина братчикова и соперницей станет алина рыбкина такие знакомые фамилии наверное борцовский да братчикова рыбкина посмотрим это весовая категория до 65 килограммов после этой схватки тоже международная встреча девушек будет ну и мы ждем тоже конечно борцов и на других коврах будет следить что происходит а здесь у нас стадии квалификации 1 8 и так далее на вот не во всех весах конечно там они разные да сейчас количество участников поэтому нам надо будет потом опять же свериться с судей с судьями посмотреть как у нас там идет сетки как всегда у нас работает секретарем василей уйгуров директор школы номер три спортивной города якутска единственный специализированный на вольной борьбе один из незаменимых специалистов в области скажем секретарь это да ну конечно это тоже все очень большая серьезная работа кропотливая отливая здесь очень серьезная до весовой категории до 57 среди мужчин у нас какая была сейчас стадия это только квалификация и 1 16 тогда было квалификация только было да да завершилась и ну лев павлов боролся он в 1 16 финал а значит скором времени у нас начнется 1 8 да ну у нас действительно видимо обеда не будет до сегодня приходится признать ну если честно конечно после вот той схватки где мы видели иранца да сложно тоже переключаться но будем стараться идет рыбкина 21 да сейчас будет встречи но я вот уже с большим нетерпением жду решающих схваток я думаю что с одной четвертой уже там все будет да такая заруба серьезнейшая и 65 до среди вот юниоров и 57 ну и само собой 61 наверное да практически в сервисах будет 74 мы смотрели ну я сам лично тоже жду 92 килограмма выхода на повер вот иранца да и из бурятия меня очень впечатлил а юни мая да здесь взрослые тоже борьбу показывает парень очень такой физически мощный атлет 92 килограмма выступает я думаю в призах точно будет но какая медаль или 92 а также наши евгений аронов кстати ну да он в финале как раз иран немаевым на первенстве дальнего востока которое у нас тоже прошло здесь патрион в общем очень много у нас событий здесь проходит кстати уже на следующей неделе да по моему дальний восток до двадцати трех до нижней миссия да ска парус имени темира пенегина спортивном комплексе я думаю что там будет тоже организация на высочайшем уровне все кто могут тоже подходить и смотреть за борьбой за нашими ребятами поболеть антонина сафроновна дмитриева кстати вот тоже на трибуне где почетность гостей очень красиво все здесь конечно сделали оформление зала до трибун чувствуется просто очень хорошая атмосфера праздника борьбы чем серьезно подошли организаторы своей работе на прошлой неделе кстати вот то что выходные здесь же в триумфе прошел на турнир по хабсагаю на призы госпома обжи обеспечение да там участвовала четыреста двадцать один участник праздник хабсага и данная национальной борьбы ну действительно у нас любят борьбу национальную и вольную борьбу да после данной схватки мы останемся тоже на к вот он алена карташова и антонина сафроновна дмитриева почетные гости соревнований кстати антонина сафроновна в своей речи до памятника роману михайловичу рассказала о том что вот прошлом году в марте прошлого года нашлись дневники они вот только нашлись да когда арман было 24 года он их вел и вот они вот работают сейчас над тем чтобы публику делать публикации да ну конечно уже их надо готовить там исторические какие-то ремарки контекст ну и я думаю что действительно будет очень интересно никогда читать да уникальные такие вещи ну и кадры да мы видели вот последние кадры когда вот он вернулся роман михайлович тогда ему 19 лет он мар дель плата аргентина серебряная медаль чемпионата мира уже среди взрослых и вот эти кадры когда они встретились со своим тренером и я не ну в общем он празднует эти архивные кадры новые тоже находятся сейчас интересно это тогда уже роман михайлович очень много работал над собой такой мудрый не по годам человек был 20 лет уже находил себе кумиров подражала им воспитывал себя работал над собой очень серьезно и вот-вот стал дважды али медалистом олимпийских игр золото и серебро а мог еще и третью на самом деле да да все предпосылки к этому у него были ну и в качестве тренера он заслуженный тренер ссср россии работал со сборной команды очень уважаемым человеком во всем мире в мире мировом мировой борьбе мировом спорте алина рыбкина ведет сладку 41 у кристина братчиковой здесь по круговой до системе сладкий второй круг 61 пользу рыбкиной можно уже говорить о том что она близка к победе итак на ковре бы сейчас выйдет саяна спиридонова тянка соперница станет александра жук из команды белоруссии смотрим а поболеем за нашу девушку саяна спиридонова короткой стрижки да ну и белорусские спортсменки тоже с успехом выступают на международных турнирах по женской борьбе женская борьба на белоруссии тоже на подъеме саяна сейчас защищается отчаянно но здесь можно попаться на промокашку да сейчас упустила захвата но дальше работает на работает в партере прием ключ и скорее всего туши это почти рычаг милза да такого капкана мало кому удается уйти да и александра жук одерживает победу итак 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 на ковре б на котором мы сидим начинается одна восьмая финала категории до 65 килограммов на ковре встречается два представителя сборной команды ирана на ковре цель победы держава шакери и харри ибрагим за которым мы смотрели а вот перед нами да петр петрович шанов александра конечников и директор цсп это 65 килограммов да восьмая финала два иранца выйдет на ховер наверняка у них да между собой тоже есть соперничество на уровне страны ну проверить их как раз привезли да тренеры выявят выявить лидера уже на официальном соревновании в международном уровне посмотрим что покажут иран тоже страна большая там много провинции может много районов до отдельных амазон да и возможно эти допустим ну по примеру россии да красноярск дагестан школа якутская бурятская тувинская осетинская ингурская да чеченская и возможно да вот эти иранцы и представляет отдельные школы принципиально может быть да встречи тоже но в любом случае это борьба за выход в следующую стадию в 1 4 финала в этом весе да виране виране кстати да есть своя борцовская лига клубная но который считается одной из сильнейших в мире да приглашают да туда тоже многих и российских борцов боролся и виктор кстати николаевич лебедев да в свое время многие именитые борцы в качестве звезд приглашаются выступить за тот или иной клуб наш олимпиец александр николаевич иванов был назван великим пехоливаном это имя дают не каждому борцу да кстати вот на том турнире виране да в тегеране Александр Иванов победил да сходу 5 или 6 соперника визирана да причем показывая очень хорошую борьбу наши борцы и на турнире тахти тоже выступали да тоже большой турнир международный турнир ургун скрямин да выиграл в золосту их да тоже успешно выступали но без баллов да в квартире вышли за ковер спортсмены тут они конечно друг друга прекрасно знают один балл Хабиб за Д да да тут очень сложно выговорить тут Хабиб будем говорить Хабиб Би да Хабиб за Д правильные будут оказывается Хабиб за Д и и Мухаммад Рыза Шакири 1 1 ну понятно да что все таки такого равного мастерства ребята тренер поэтому и пригласил их на такой международный турнир приземляют значит есть на ковер 10 кг в 1 и всего ковер и и ковера приглашать в аккорд на а и м в России и и и Так начинается второй период. Да, красивый проход, но бала нету здесь. Да, очень интересная завязка сейчас была, да. Но впереди все еще Шакири, как мы видим. 2-1 уже он ведет. Спортсмены с синего угла. Очень интересная схватка на самом деле проходит. Для них это практически как финальное. Оба спортсмена наверняка нацелены на серьезный результат. На золотые медали, серебро как минимум. Ну, в финал, в общем, они нацелены выйти сегодня. Кому-то из них придется уступить. КОНЕЦ! СИГНАЛ! КОНЕЦ! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Очень захватывающая борьба прошла на ковре С, где борец из Индии победил с учетом 13-12 тувинского борца. 13-12. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! 4-0. Впереди полиция из Кыргызстана. Один Сокобаев. Добро пожаловать на наш канал! 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 70 килограммов выступит иранец Али Резаи, молодой борец, который победил на турнире Коркина чемпиона мира Загира Шахиева из Дагестана. Ну, мы списывались вот с этим иранцем в социальной сети, да? И он, да, пишет, что я вернусь еще сильнее, там. Ну, конечно, да, он говорит, что приехал за золотой медалью, да? Да. Ну, молодцы, видно, что серьезная команда. 2-2 сейчас, кстати, у нас счет. Аслан Трофимов, да. И сейчас по качеству наш борец впереди за счет последних действий, да? Вот начинает включаться иранец. Серьезно, да, сейчас идет давление, да? И надо продержаться, потому что время... Молодец. Сумел защититься, да, очень. Видел, да, как нагружал сейчас шею, дернул, да? И пытался за спину пройти на последних секундах. Вот такой тоже, да. Интересно. Секундирует Николай Романович, да, Данилов? Да. Сегодня уже тоже надо говорить о том, что Сунтар является одной из базовых тоже школ в нашей республике. Всегда серьезные результаты на первенствах, да, фестивали борьбы среди юниоров, да, молодых совсем ребят. Да, и мы видим, что, да, иранец включился. Да, сразу с первых секунд включается и два балла, нет, он уже даже шесть баллов заработал спину. Дважды накатил, за спину вышел, восьмой балл. Вот это, да. Когда захочет, да, он уже баллы зарабатывает. Я неправильно посчитал, но мне показалось, что там было восьмой баллах. Три наката я насчитал, плюс выход за спину. За 30 секунд шесть баллов. Комфортный задел оформил. Иранцы на параллельном ковре борются. Две минуты. Да, для юниоров это будет действительно такая большая, большой опыт. Смотреть, сравнивать, да, для тренеров есть над чем работать. Вот это тоже. Последняя минута. Аслану надо сейчас. Попробовать. Да, и на ковре Б. Эбрагим Харри победил нашего Петра Адамова. Очередные 10-0. И вот этот иранец, да, в категории 57 килограммов действительно впечатляет пока. Да, пока он две сватки с большим разрывом, да, выиграл. Очень серьезное соперничество будет, да, в одной четвертой. Он будет, а, в одной четвертой, да, он будет выступать против Льва. А, нет, это другой же, да, 60, Харри. Да, да, да. Да, 60. Вот это начало второго периода эскарометной. И сразу. Да. Да. А это девушки. Опа, красивый бросок через бедро в исполнении. Дулмы Бадмаева из Бурятии. В красном трюку наша... Алина Кривошапкина. Да, Алина Кривошапкина. Да, Алине удалось забрать один балл. Все-таки. И счет у нас 1-4. Алина Кривошапкина. Снова попытка броска от Бадмаевой. Надо за спин сейчас переходить. Алине. Да. 2 балла. 2 балла. 3-4. Взяла. В артере. И опасное положение. Было или нет? Нет. 3-4 остается счет. Но еще до конца первого периода минута. И потом еще 3 минуты второго. Так что времени предостаточно. Улетела, да? На 4 балла сначала. Но вот сейчас приходится отыгрываться. Пока 3 балла отыграла Алина Кривошапкина. Если время будет, посмотрим сейчас. После данной схватки категория 86 килограммов. Где встретятся Рустем Мамедов и Хуман Бельзадпур. Тоже иранец. Затем на ковре А Лев Павлов и Али Мамини. Иран. Вот это главное противостояние дневной программы турнира. Да, вот здесь 4 балла было. Спортсменки из Бурятии. Ким Кимович Колодезников и Николай Николаевич Рожжин. Наши специалисты по женской борьбе. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кривошапкина атакует. Наступает она в 1 балл. Ну хорошо она себя показала в концовке первого периода. Если в таком же ключе будет работать, шансы у нее будут. Вроде активно сейчас тоже атакует. Вяжет Бадмаева. Работает. Снова пытается... Да, и в опасное положение снова ставит. Таким же броском. Да, и ушла от опасного положения. Мостом спасается Кривошапкина. 2 балла она отдала. 6-3 уже еще встречи. Полторы минуты до конца. И будет свисток сейчас. Снова попалась на этот прием. Надо активнее сейчас включаться. Минута последняя уже совсем скоро. 10 секунд остается. Опа! Снова пытается на контратаке поймать Бадмаева. И за спину выпала. Да, к сожалению. Но подсела, да, там... Видимо устала. Сил уже не хватает. 43 секунды остается до конца. Очень активно болеют, видимо, подруги. Подбадривает, но времени уже совсем мало. Да, ИСИ, видимо, тоже. Да, совсем скоро мы увидим на ковре схватку Ольба Павлова с иранским борцом. Но до этого, наверное, успеем посмотреть. В весовой категории до 86 килограммов на этом же ковре Рустем Мамедов против иранца Хумана Бехзатпура. Поздравляем спортсменку из Борятии. Поздравляем спортсменку из Борятии. Мамедов, Россия. Вода, Мамедов выходит. Вода. Да, вот он иранец. восемьдесят шесть килограммов мухаммед аммана вверх за пор тоже мощный парень посмотрим против него борец из россии тоже мамедов настрой серьезный это будет хорошая схватка в весе до 86 килограммов уже крупные ребята своя категория в которой блистает до касания за не да ну и в россии тоже есть ответ русский танк до девяносто семь анон динон до перешел вот работа в партере попытка сразу же до 4 балла это первая минута по глазам видно что молодой да кстати на турнире работает до известный до специалист в области этого скажем так подделки вам возрастов да здесь работает вчера вот а петр петрович им шанов его представил на пресс-конференции он да он будет смотреть паспорта сверять все 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 и в этом плане за последние два года идет хорошая работа федерации спортивной борьбы россии не секрет что да да бывают да многие спортсмены немногие а есть до случае что подделывают паспорта на 2 на три а то и на четыре года бывает да это заявка тоже до иранцев 70 и как бы не больше пяти медалей они увезли до завод да но на пресс-конференции абдуслан гадисов старший тренер юниверской сборной ответил что если иранцы нацелены на 5 золотых то россия на 7 он сказал но конечно да ставить задачи и выполнять их это две большие разницы что называется да надо выполнять итак а дорогие друзья ну предлагаю вам я перейти на ковер а здесь мне кажется все понятно да до 9090 и будет 10-0 а на ковре а выходишь выходит наш лидер а лев павлов а против призера чемпионата ирана али мамини финалиста до финалиста чемпионата ирана серебряного призера лев павлов весовая категория до 50 7 килограммов 1 4 до до финала борьба за выход в полуфинал 1 8 1 8 даже только да всего лишь 1 8 оказывается но да здесь много участников живут на больше 30 лев провел только одну схватку алима мини уже дважды выиграл помада на стадии квалификации нет он еще не боролся нет один раз он боролся нет первом круге он в виду неявки соперника свисток на ковре победа держал куман бедзаппурн иран а как пройдет эта схватка посмотрим здесь конечно тактическое тоже противостояние будет серьезная уже такие зрелые борцы что-то мне подсказывает борьба будет нерезультативной но до 1 на первой ошибке наверное именно тактическая борьба чая возьмет кто грамотнее проведет схватку ну и тоже зачастую в таких равных поединках защита имеет большое значение не менее важной чем атака такие первые первое такое предупреждение за пассив борцу из ирана первая минута прошла сладкий ну такой фирменный проход до льва павлова это боковой проход в правую ногу если наши якутские соперники павлова знает этот прием этот проход то наверняка вот иранец возможно не в курсе да да ну вряд ли он очень хорошо по крайней мере знает до своего соперника ну то же самое можно говорить и о ляда что нужные знали знаем что там происходит и ранее тоже как он борется да но но первым даме активен да да очень очень активен пока очень хорошо он физически нет ни с чем не уступает силе на первым номером работает даже несмотря на то что он сейчас ведет примерно но здесь такая опасная атака была 1 0 пока в пользу либо павлова очень много внимание именно этому ковру сейчас буквально весь взор трибуны все смотрят болеют очень активно болеют есть такой гул стоит серьезный сама утра причем и первый период видимо с этим счетом и завершится проход в ноги и последние секунды три секунды остается лев да нет не успел себе успел все-таки да да ничего очень хорошо да сейчас последний секундах по мастерски прошел в ноги и вышел за спину но победных вернее таких баллов активных ему не дали хороший боковой проход правую ногу да попросу времени хватило да защищался конечно хорошо тоже соперник но было бы время до пытался конечно балл здесь два балла можно было взять на и постепенно оливенок да на наших глазах превращается ну была мальчика владимир саныч карпенко и всем вам знакомый пал палыч и ниген очень внимательно тоже наблюдается именно за этим ковром еще один проход до успешный пока но пока без балла два балла дали льву да да сейчас в опасном положении до держит соперника два балла взял можно сейчас поднимается лев хорошо здесь надо подняться да просто подняться 3-0 правильно все сделал лев не дал перевернуть себя провести атаку и поддавливает все время первыми номером именно работает для видимо его соперника это тоже не всегда привычное может быть до положение когда именно вторым номером приходится работать защищаться больше уделять внимание защите да и не дает передыху правильно все делает лев минута 50 активнее правильно да битр показывает что надо активнее работать не только в защите сейчас еще раз могут даже засчитать 30 секунд если он не будет работать до окончания 2 3 минуты интереснейшая схватка цена схватка весовой категории до 57 килограммов но здесь еще есть до иранец и так понимаю да и проход в ноги от иранца попытка вернее до считился здорово очень хорошо встретил до грамотно защитился зал у нас взрывается топа даже слышно очень серьезно болеет и последняя минута пошла 402 балла за счет активных действий и пассивных иранца наш заработал еще два балла на выходом до проходом ноги 0 2 защита надежная обычно мало снова подается броска издалека пытается пройти в ноги маме не ухты контратака и за 6 0 до молодец павлов и трибуны порадовал болельщиков но это можно сказать победа если натушение идет ну это только стадия вышел в одну четвертую да еще одна схватка до полуфинала вечером уже на полуфинала у нас радуется ликует трибуны на ковре А победа бежал Лев Павлов и Лев Павлов победил очень серьезного и сильного соперника с чем мы его поздравляем на ковер А приглашается Артур Гечковский Россия Аркадий Дашидандуков Россия А приглашать Артур Гечковский Аркадий Дашидандуков Да и мне что то что то подсказывает следующим соперникам Лев Павлова будет еще один иранец Но уже более грозный Которого мы как раз видели Это Эбрагим Хари Вот парень Который выиграл досрочно Две схватки Это будет серьезнее Соперник Следующая схватка Также весит До 57 килограммов 1-8 финала Артур Дьячковский и Аркадий Дашидандуков Тоже молодые ребята В своей категории до 57 Очень интересно сейчас Будет наблюдать за Такими уже Стадии 1-4 полуфиналов Дьячковский зарабатывает баллы Пока на табло мы видим Сколько дали судьи На коврице Дьячковского Дьячковский на таблое Дьячковский на таблое По два балла Борцу красным треклоем 2-0 1-2 Приглашается Яна Кастунова Беларусь Также решающие схватки среди девушек также будут сразу после этой схватки Александра Коплова в 1-4 финала с представительницей Узбекистана Муштари Талибековой. В 1-4 также в этом весе Надежда Куличкина с Алиной Куриленкой. Из Белоруссии. Ну и в других весовых категориях также интересные схватки нас ожидают. А как мы говорили, очень много уже болельщиков снова подтягиваются уже скоро совсем у нас в 4 часа начнутся полуфинальные схватки. И на этом у нас сегодняшняя программа завершится. Ну а завтра уже финалы в этих весовых категориях. И предварительные схватки в оставшихся. А в воскресенье финалы. Так что целых три дня. Отличных поединков. Хорошей борьбы. Думаю, что болельщики будут довольны. Ленинерская борьба всегда. Она очень активная, интересная. Посмотрим. Ну и здесь пока 1-0. 1-2 ведет Дашидан Доков. Спортсмен из синего угла. Здесь 2 балла красному и балл к вашему красному. Перерыв и... На коверце побед одержал Мухаммед Куштов, Россия. На коверце приглашаются... Бехрузбей Туранмуратов, Узбекистан. Амир Хамушку, Россия. На Коверце, пожалуйста, приглашайте Бехрузбей Туранмуратов, Узбекистан. Амир Хамушку, Россия. Проходит в ноги Дашидан Доков. Но защищается Дичковский. Пока балла не отдал. Но... Очень интересная сейчас завязка. Переворачивается до Дашидан Доков. Пытался за спину пройти. Практически получается это у него. Снова в ногах Дашидан Доков. Вторую ногу пытался взять. Обхватывает и делает бросок. 2 балла. 4-1 ведет. 2 минуты бороться еще. Переворот пытается сделать. Исток. Степан Степанович Контоев. На наших экранах. Отец трех. Чемпионов мира. Герман Степанович. Александр Степанович. Оба борцы. Именитые борцы. Старший Станислав Шашист. Как мы знаем. Перевернул Дичковский. 2 балла взял. Снова в захвате он работает. Пока свистка нет. Надо пытаться. Еще один. Ну в опасном или нет. Да. 2 балла еще дали. 5-4. Даже 7 уже. 4. Насчитали. Ведет он с разницей в 3 балла за минуту и 11 до окончания схватки. Молодец. Характер показал. До конца надо бороться. С одной атаки собрал такой хороший урожай баллов. И надо доводить дело до ума. До победы. Тем более, что это уже выход в 1-4 финала. Что уже очень серьезно. При такой конкуренции. При таком количестве участников. Снова сейчас неподготовленная какая-то атака прошла. Конечно, ребята молодые. Видно, что много ошибок тоже совершают. Уже совсем такая юношеская борьба здесь больше. На ковре B победа одержала Волга Хардзей, Беларусь. На ковре B борьба в 1-4 финала. Балла дает 6 уже. Нет, еще переворот. Засчитали. Нет. Надо продержаться. Ух ты. 10 секунд остается. Висисток. 7 секунд остается. В 1 балл ведет Дещковский. Да, челлендж бросает. И просят они балл за тот. Даже 2 балла за переворот. Попытка. Ну, там. Ну, смотря не судит, что там решат. Судейская коллегия решит там. Главный, вернее, руководитель Ковра, да. У нас тоже есть возможность посмотреть повторы. Да, очень просто здесь дал, конечно, пройти. И вот здесь. Ну, здесь-то он взял, да? Или нет? А вот... Да, да. Там. Ну, видимо, вполне могут дать. Ну, посмотрим, что там. Арбитры решат. Артур Дещковский. Остается только 7 секунд. Если не ошибаюсь, то... Родами с Чурокчей. Еще раз смотрим. Нет, все-таки... Мне кажется, двух баллов там не было. Роман. Павел Павлович Менегин. Юрий Афанасьев. Тренер. Вот, кстати, Герман Степанович собственной персоной, чемпион мира. Василий Николаевич Гогулев. В паре, да, сидят на трибунах. Ковер А. Два балла за период и два балла за опасное положение борту в синем трекор. Челлендж выигран. Итак, челлендж выигран. Да, и ведет, видимо, балл, да? Но мне тоже показалось, что там можно было засчитывать. Артура Дьячуковского, чтобы, чтобы, чтобы... Даже один балл не поможет им, я так понимаю, да? Ух ты. И, к сожалению, время на стекло. Да, обидное поражение, но судьи решили, что там было два балла. Победа держав Аркадий Дашидандуков, Россия. Итак, мы останемся на ковре А. А сейчас будет интересное противостояние. Выход в полуфинал Муштари Толебекова, Узбекистан и Александра Коплова, Республика Сахая-Котия. Муштари Толебекова, Узбекистан, Александра Коплова, Россия. На мат-А, для первого конкурса, я пригласил Муштари Толебекова, Александра Коплова. На ковре А.С. победу одержал. Коплова, кстати, очень разнообразно борется. Бехрусбей, Туран-Муратов, Узбекистан. Немного заготовочек. Да, показала очень много приемов в первом спаде. Да, и что мне нравится, она сразу начинает бороться, атаковать. Иногда делает и поспешные действия. Но главное, что есть желание, есть стремление к победе. В очень красочном трико спортсменки из Узбекистана. С такими восточными мотивами, да. Сразу пальцами вцепились. Толебекова, Коплова за выход в одну-вторую. Полуфинал, весовая категория до 50 килограммов. Кстати, следующая тоже будет пара в этом весе. Ух ты, сразу выходит за спину. Здорово. Хороший перевод. И как очень профессионально, да. Здорово, здорово отработала. Да, вот это вот, кстати. Классическая ошибка. Да, из-за этого она и лишилась бронзовой медали на турнире Ерыгина. 4-1. Да, защищаться надо. 4-1. Ну, хорошее начало, в принципе. Без ошибок. Тот, кто ничего не делает, тот не ошибается, так говорят, да. Александра, в отличие от этого, она всегда нацелена на атаку. Это похвально всегда. Снова проход очень красиво прошла снова. Да, вот этому проходу, видимо, ее братья научили. Особенно это Алексей так, в правую ногу. 6-1 уже очень серьезное достаточно преимущество. Но останавливаться Александра не будет, да. Всего лишь полторы минуты даже прошло. И вот уже 7 баллов разыграли девушки. Ну, чуть спокойнее сейчас Александра. Ведет она с серьезным достаточно преимуществом. На других коврах у нас тоже девушки, да, по-моему, да. На двух коврах сейчас стадии, решающей стадии во многих весовых категориях. Среди юниоров, где большое количество участников, там время на отдых небольшой, наверное, да. Некоторые уже по две схватки отборолись. Десять секунд до окончания первого периода. Тем временем на ковре «Б» наш хорошо знакомый Сергей Пушкин надерживает победу у соперника из Республики Сахая-Якутия. Да, Пушкин ведет схватку у Андрея Румянцева. Смотрим за атаками Саши Копыловой. На ковре «Б» победу одержал Соломбо от Гонбояр в Монголии. Да, на ковре будет действительно интересная схватка будет. Антон Сучков и Джулур Петров. Это весовая категория до 74 килограммов. Тот же за полуфинал, да? Победитель, видимо, с Кушкинами как раз. Да, да, да. У нас интересный полуфинал будет точно в этом весе. На ковер «Б» приглашается. Копылова вновь проходит ноги, забирает ногу. Но Талибекова достойно защищается на ковер «С». Третий круг весовой категории до 72 килограммов среди девушек. Приглашается Анна Боева, Анастасия Литовченко, Россия. Опять проход в правую ногу. Молниеносно проходит Александра. Надо брать, да, 2 балла. 8-1. Ну и в партере она, кстати, очень хорошо работает. Да. Поднимает. Энергия уже, конечно, поменьше. Две минуты до окончания. Хорошо защищается. Контратака за спину выходит. Ах ты! В ноги кинулась Александра. Встает. Хорошо. Да, развернула. Да, развернула. И еще 2 балла. 10-1, да. Первую схватку завершила досрочно Саша. Есть шансы. А, даже, да. Больше было, да, значит. На ковре Ана победу одержала. Дважды на 2 или 1 плюс. Ну вот, тренер из Узбекистана тоже недоволен. Хотя, конечно, да, досрочная победа. Тем временем, Антон Сучков тоже досрочно победил Джулера Петрова. Да, но, к сожалению, не успели мы посмотреть. На ковре Ана победу одержал Антон Сучков. На ковер А приглашаются Надежда Куличкина, Алина Куличкина. Ну, надеемся, да, в вечерней части программы нас Александра так же порадует. Такой же искрометной борьбой, активной. А, главное, своей победой, да. Еще один. Да, Мария Большакова с красного угла и Лиана Сандак. Тувинка. И Мария Большакова. Одновременно на трех коврах проходят схватки среди девушек. И Мария Большакова. Мария Большакова и Лиана, да, Сандак. Тоже за выход в одну-вторую. Так, Сандак, два балла. 4-1 уже. В общем, счет. Продолжение следует... 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 большакова пока сейчас попытка броска но за спину выходит и соперница очередные два балла 9-1 попытка даже провести прием в партере не получается считанные секунды остаются до конца четверть финальной складки айда досрочной даже победу одержала сандар 11-1 и выходит полуфинал прокопий петров чемпион россии среди мужчин чемпион россии среди ветеранов прошлого года молодой ветеран да да и просто хороший человек кратный чемпион по национальной борьбе до большой мастер мастер русского хобзагая